Спасибо, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хочу сказать, что наряду со мной, значит, предполагалась ведущая Никифорова Лариса Викторовна, к сожалению, не смогла принять участие в связи с болезнью матери. А также хочу поблагодарить технического модератора нашей секции, Жданову Елену Васильевну, внесшего огромный вклад в дело технического обеспечения нашей работы. По списку на секции культурологии и искусства было представлено 26 докладов. По-моему, это одна из самых больших секций на нашем Конгрессе, из которых, правда, реально состоялось 14, тоже вот по тем многообразным причинам, о которых Владимир Владимирович уже говорил в самом начале нашего заседания. Это были доклады самого различного содержания, от наскального рисунка и социалистического реализма в живописи до семейных художественных мастерских за Байкаль. Столь же разобразна была методология, от субъективно-описательной до коммуникативно-функциональной и структурно-семиотической. Докладчики далеко не во всем были согласны между собой. Это я хочу специально говорить. Много вопросов, в частности, вызвало сообщение о соотношении женственности и мужественности в искусстве 21 века. Один из самых острых вопросов, как известно. А также роль медиатора или куратора в музейной экспозиции современного искусства, которая требует особого разговора. И вот в этой связи поступило предложение, возможно, в наших будущих конференциях и конгрессах, я надеюсь, выделить в особую секцию разговор о современном искусстве. Потому что это очень сложная, особая проблема. И не совсем понятно, искусство это или, может быть, какой-то другой вид социальной деятельности. С другой стороны, я бы выделил доклады Капитолина Антоновна Кокшеневой «Между словом и цифрой. Новейшие тенденции в современном театре» и Михаила Фифилова «О перспективах российского кино». И в итоге я позволю себе сформулировать некоторые выводы, которые вытекают, на мой взгляд, из состоявшейся дискуссии. Искусство есть символика совершенного в несовершенном. Именно этим искусство отличается от неискусства или постискусства. В качестве предметного носителя такого символа может выступить практически любая вещь – звук, слово, изображение и так далее. Художник и его культура вольны символизировать совершенное в меру своего видения и понимания. Со своей стороны, зритель, слушатель, читатель вправе принять или отвергнуть предлагаемую символику, как художественную истину, совершенству или ложь несовершенству. В обоих случаях осуществляется ценностный цивилизационный выбор – акт избрания искусства – классического, модернистского или постмодернистского. В наиболее общем плане под классикой обычно понимают совершенство в своем роде. Но так как этих родов может быть несчетное количество, то слово «классик» часто употребляется абсолютно произвольно. Классический авангард, классический сюрк, классический китч и так далее. В отличие от подобного произвольного словоупотребления, где все кошки серы, на основании услышанного и продуманного на нашей секции складывается понимание классического, как символики присутствия совершенного в несовершенстве. В отличие от классики и вопреки классике, как оппозиционная категория классики, выдвигается категория модерна, которая предстала в дискуссии, как антропоцентрическая норма искусства, переносящая смысловой центр культуры с совершенного на несовершенный. Проще говоря, модерн ищет совершенство в несовершенном, которое там по определению отсутствует. Кризис гуманизма. Зародившись в Европу в эпоху барокко-реформации, модерн как принцип творческого сознания достиг своего апогея в начале 20 века в лице так называемого авангарда, в том числе и в России, и завершился по существу второй половине прошлого столетия после двух мировых войн, причиной которых во многом стал он сам, модерн. Наконец, третья позиция художественно-культурной практики, обсуждавшейся на секции, это постмодерн. Игроцентричная версия искусства и культуры, их направленность на самое себя. Как таковая она имеет место уже в авангарде, но там она по большей части остается средством и не целью. В постмодерне игровая направленность самоцельна. В культурологическом смысле постмодерн – это целесообразность без цели, не зависящая от совершенного и не ищущая его. Это постискусство, покинувшее дух и само покинутое духом. Пользуясь средствами как традиционных, так и новейших технических мусс, виртуальная реальность, симулякор и так далее, постмодерн по факту не создает эстетического объекта, предпочитая коммуникацию. Как раз по этой цели служат разнообразные инсталляции, перформансы, флешмобы и прочие акции, конвертирующие упомянутую коммуникацию в информационный капитал. Таким образом, подводя итог размышлениям на нашей секции, я бы сказал так. Основная теоретическая и практическая задача культурологии и искусства сегодня – стремиться к тому, чтобы на различном материале проследить историческую типологию порождающих модели художественной культуры в их соотношении со смысловым ядром цивилизации и, прежде всего, отечественной цивилизации, в сравнении с иными социокультурными центрами. Произведение искусства в конечном счете – есть религиозно-мировоззренческий выбор человек. Выбирая, выделяя, маркируя художественное событие как таковое, читатель, зритель, слушатель и его культура выбирают самих себя. Благодарю за внимание. Спасибо всем участникам и организаторам Конгресса. Спасибо, Александр Леонидович. Знаете, очень ценно то, что вы не только даете глубокий научный анализ, как всегда, в ваших выступлениях, но вы уже начинаете планировать следующий Конгресс. Это очень ценно для вас. Надеюсь, что он состоит. Очень правильно. Спасибо.